Добрый день дорогие друзья! С 24 по 26 октября в Москве прошел школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников по китайскому языку. Сейчас мы с вами разберем правильные ответы на задания Олимпиады и более подробно остановимся на тех заданиях, которые могли вызвать у вас трудности. Школьный этап Олимпиады для девятых-одиннадцатых классов включает в себя следующие разделы аудирование, чтение, лексико-грамматический тест и лингвастроновическая викторина. В разделе аудирования проверяется умение в основном понимать на слух, выдержанные в естественном темпе отдельно звучащие высказывания, короткие диалоги или тексты бытового характера, как правило, на тему школа, семья и т.д. Умение учащихся выделять главную и второстепенную информацию в предъявленной им аудиозаписи. Максимальная оценка за это задание 15 баллов. Один балл за каждый правильный ответ. На слайде вы можете увидеть текст аудиозаписи. В заданиях с первого по седьмое необходимо было прослушать текст и ответить на вопросы, выбрав правильный вариант из нескольких предложенных. Задание номер один. Почему Дауэй и его друзья устроили для Сяо Чуан вечеринку? В соответствии с содержанием текста они устраивали вечеринку, потому что Сяо Чуан планирует вернуться домой. Поэтому правильный вариант ответа B. Сяо Чуан Яо Хуи Гуо. Задание номер два. Дауэй динян шу дя чу нар лю син. Куда Дауэй этим летом ездил на летние каникулы путешествовать? Правильный вариант ответа A. Куйчоу юннан си цан. Задание номер три. Дауэй динян бу нан чу нар. В соответствии с информацией, которые есть в тексте, Дауэй не смог этим в этот год поехать в Японию и в Корею, поскольку времени было недостаточно. Поэтому правильный вариант ответа C. Жы бан хан го. Задание номер четыре. Мали яухой го цу шан ма. Мэри собирается вернуться на родину, потому что этим летом ее сестра выходит замуж. Поэтому правильный вариант ответа C. Цан дя дяди да хун ли. Задание номер пять. Ан ни за и дя бэ дин гун сэ дан шэй. Правильный вариант ответа A. Фан ни. Она устроилась компанию-переводчиком. Задание номер шесть. Анна зай мэй гу дэ ши хоу си хан зо шан ма. Правильный вариант ответа A. Дэн шан. Ей нравилось в США заниматься альпинизмом. Задание номер семь. Мак хэ дин нян шу дя да суань зо шан ма. В соответствии с информацией, которая есть в тексте, Марк решил никуда в этом году на летние каникулы не ездить, потому что ему нужно подготовиться к занятиям, которые будут в следующем семестре. Поэтому правильный вариант ответа A. Джун бэй ся щуэ ци дэк хо. В заданиях с восьмого по пятнадцатого нужно было определить, верны, тэй или нет, пу тэй, следующее утверждение. Или в тексте не было об этом информации. Мэй шо. Задание номер восемь. Пхан юмэн дэу си ван, цаэ ган сяо чуан дэн нян. Практически такое предложение вы могли услышать в самой аудиозаписи, поэтому информация верная, правильный вариант ответа A. Дэй. Задание номер девять. Сяо чуан ши хангу дэлю шэшэн. То есть сяо чуан это студент, стажер из Южной Кореи. Об этом в тексте информации не было, поэтому правильный вариант ответа си мэй шо. Задание номер десять. Дауэй чу нян хой ку танцин. Информация о том, что Дауэй в прошлом году ездил на родину, чтобы навестить родственников, не было в тексте, поэтому правильный вариант ответа си мэй шо. Задание номер одиннадцать. Ма ли динян шу чя и дин яо хой куа. Информация, которая дана в этом утверждении, верная, она соответствует тексту. Правильный вариант ответа Эй, дуэй. Задание номер двенадцать. Ани чжао дау ле лин ши гун зо гун зы хангао. Правильный вариант ответа Би, будуэй, поскольку в тексте говорится о том, что она устроилась на работу, но несмотря на то, что зарплата не очень высокая, ей все нравится, и она будет продолжать там работать. Поэтому утверждение говорит, что зарплата высокая, на самом деле нет, поэтому будуэй. Задание номер тринадцать. Информация верная. Практически такое предложение есть в аудиозаписи, поэтому правильный вариант ответа Задание номер четырнадцать. Об этом в тексте информации не было, поэтому правильный вариант ответа Си мэй шо. Задание номер пятнадцать. В следующем семестре студенты будут изучать специальность. Утверждение соответствует информации данной в тексте, поэтому правильный вариант ответа Эй Туэй. Раздел чтения предполагает проверку владения рецептивными умениями и навыками содержательного анализа китайских письменных текстов различных типов, тематика которых связана с повседневной жизнью молодежи. Умение вычленить из текста основные компоненты его содержания. Умение установить идентичность или различие между смыслом письменных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав. Умение восстановить содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. Максимальная оценка за это задание — десять баллов. Один балл за каждый правильный ответ. В заданиях с первого по пятый нужно было прочитать текст и ответить на вопросы, выбрав один из нескольких предложенных вариантов. На слайде вы можете увидеть сам текст. Задание номер один. Каждый день в первой половине дня у него четыре урока, поэтому правильный вариант ответа — си. Задание номер два. Правильный вариант ответа — би. Задание номер три. В соответствии с текстом он занимается гимнастикой Тадзи Чуэнь по понедельникам и четвергам, поэтому правильный вариант ответа — эй. Задание номер четыре. Согласно тексту, герой рассказа любит читать книги, которые касаются политики реформы открытости, поэтому правильный вариант ответа — ди. Гайга кайфан. Задание номер пять. Лью син ши о ган шоу тау шэн ма. В соответствии с текстом правильный вариант ответа — си. То есть он благодаря путешествиям прочувствовал, насколько быстро развивается Китай и какие большие изменения произошли. В заданиях с шестого по десятое нужно было прочитать текст и определить, верны, дуэй или нет, пу дуэй, следующее утверждение. Или в тексте не было об этом информации. На слайде вы можете увидеть сам текст. Обратите внимание, внизу примечания. Вам были даны три слова, которые вы могли не знать, как они читаются, как они переводятся в тексте, для того, чтобы вы правильно понимали информацию в тексте. Задание номер шесть. Это утверждение неверное, оно не соответствует той информации, которая дана в тексте, поскольку в тексте говорится о том, что заяц считает, что самая вкусная еда на свете — это трава, а в утверждении говорится о том, что это персик, поэтому пу дуэй. Задание номер семь. Кошка не согласна с мнением зайца. Действительно так, потому что кошка считает, что самая вкусная на свете — это мыши. Поэтому это утверждение верное, правильный вариант ответа — эй, дуэй. Задание номер восемь. Об этом в тексте никакой информации не было, поэтому правильный вариант ответа — си, мэй шо. Задание номер девять. То есть заяц и кошка решили пойти и задать тот же самый вопрос слону. Утверждение неверное, по тексту они пошли задавать вопрос обезьяне, поэтому правильный вариант ответа — би, будэй. И задание номер десять. То есть в итоге каждое животное осталось при своем мнении. Информация соответствует той, которая была дана в тексте, поэтому правильный вариант ответа — эй, дуэй. Лексико-грамматический тест нацелен на проверку лексических и грамматических умений и навыков уровня лексико-грамматической компетенции. Способность узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского языка и правила лексической сочетаемости. Умение выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативные задачи или ситуации общения. Проверку знаний этимологических тонов китайских слогов, владение системой записи китайских иероглифов в буквами латинского алфавита пхенинь и правилами транскрибирования китайских слов на русском языке в соответствии с системой палладия. Проверку владения правилами написания иероглифов. Максимальная оценка за это задание — 25 баллов. Один балл за каждый правильный ответ. В заданиях с первого по третье нужно было заполнить пропуск, подходящий по смыслу грамматической конструкции. Задание номер один, правильный вариант ответа — A. То есть есть палочками, это не только удобно, но и также является своего рода тренировкой для мозга. В данном случае по контексту подходит, по смыслу предложения подходит только конструкция не только, но и. Задание номер два, правильный вариант ответа — D. Суи жан дан, хотя но. Дадя юе та чу кан янин, суи жан та бусян чу, дан юу бухауи си джю джю. То есть ее пригласили пойти в кино, и хотя она не хотела идти, но в то же время было неудобно отказаться. Задание номер три. Та чусян дай зай дзя ли, лен дамэн е бу юан чу. Зан мухой чу люйоу. Правильный вариант ответа — B, конструкция лен е, даже. Он всего лишь хотел остаться дома, посидеть дома. Даже на улицу не хотел выходить, что уж говорить о путешествиях. В заданиях четыре и пять нужно было заполнить пропуски соответствующими модификаторами направления движения. Задание номер четыре. Правильный вариант ответа — C. Это дело, это наш с тобой секрет, поэтому ни в коем случае не проговорись. Шо цху чу. Задание номер пять. Правильный вариант ответа — D. Что ты купил? То есть получается купил и принес с собой домой. Скорее мне покажи. В заданиях шесть и семь нужно было выбрать правильный с точки зрения грамматики вариант. Задание номер шесть. Правильный вариант ответа — A. Кроме варианта ответа — A, B, C и D. Неправильный порядок слов. Либо не там стоит наречие, либо не там стоит отрицание, либо не там стоит сказуемое глагольное. Поэтому правильный порядок слов только в варианте A. Задание номер семь. Правильный вариант ответа — B. В заданиях восемь и девять нужно было подобрать близкое позначение к подчеркнутому слову. В данном случае означает, что слишком сложное для понимания. Поэтому близкое позначение к подчеркнутому слову — NANDUNG. Правильный вариант ответа — C. Задание номер девять. Лола означает, что не хватает, не дописано. Поэтому правильный вариант ответа — B. Шаусе. Задание номер десять. Необходимо было указать количество черт в иероглифе. Правильный вариант ответа — C. Тринадцать черт. Задание номер одиннадцать. Нужно было подобрать аналог фразеологизма в русском языке. Фразеологизм — бусан-бусы. Что переводится как «ни то, ни сё». Или есть у нас аналог в русском языке фразеологизм «ни рыба, ни мясо». Правильный вариант ответа — B. В задании номер двенадцать нужно было выбрать верный тональный рисунок. Фэнфу. Правильный вариант ответа — D. Первый и четвертый тонны. В заданиях с тринадцатого по шестнадцатого нужно было указать место лексической единицы, приведенной в скобках. Задание номер тринадцать. Правильный вариант ответа — A. Дзанма, который вам необходимо было вставить в предложение, означает «как, каким образом». Это наречие, которое ставится, соответственно, либо перед отрицанием, либо перед сказуемым. В данном случае у нас в предложении. О. Дзанма буджи дао динь тяньсяу кайхойда шер. То есть «каким образом, почему, я не знаю, что сегодня во второй половине дня должно проводиться собрание». Задание номер четырнадцать. Ди или дила показывает превосходную степень, очень чрезвычайно ставится после прилагательного или после глаголов эмоций и состояния. В данном предложении у нас с вами качественное сказуемое, выраженное прилагательным — May, и после него мы будем ставить дила. Тхиншо бэйдин да тьютхен мэй дила. Правильный вариант ответа — D. Задание номер пятнадцать. Леули — свободно, бегло. В данном случае леули в данном предложении является обстоятельством образа действия, поэтому ставится перед D. То есть вариант ответа B. Нагася уходзе нэн леулида юнфа юзянгуши. То есть этот молодой человек может свободно, бегло, по-французски рассказывать истории. Задание номер шестнадцать. Юйдао — глагол «встретить». Здесь у вас есть подсказка. Посмотрите на правильный вариант ответа C. После него идет глагольный суффикс ле. Ну и понятно, что глагольный суффикс должен стоять после глагола. Как раз после глагола юйдао. Синьсит хенуа чуи хэйюанда ши хоу юйдаула, иуэй мэй когу нян. То есть в воскресенье, когда я ходил в парк Хэйюань, я встретил одну красивую девушку. В заданиях семнадцать и восемнадцать нужно было выбрать подходящие предлоги и заполнить пропуски. Задание номер семнадцать. Правильный вариант ответа A. Сян. Та чин во. Сян, нима дау чян. Извиняться перед кем-то. Предлог сян. Сян, шэй дау чян. Задание номер восемнадцать. Правильный вариант ответа C. Иго минзу дэ фэнсу сикуань дэу яу дзинго дзи бай нян,或者 шэн цэн нян, цай нэн синчэн. Дзинго, то есть пройдя через какой-то период времени, например, в данном предложении. То есть традиции и обычаи нации обычно формируются через несколько сотен лет или через даже несколько тысяч лет. Остальные варианты ответа здесь нам не подходят по смыслу. Цзэцхон это начиная с. Гэнджю в соответствии. Йо юй и за благодаря. В заданиях девятнадцать и двадцать. Нужно было выбрать подходящее наречие и заполнить пропуск. Задание номер девятнадцать. Правильный вариант ответа C. Идин. Уэн хи идин дзи дзюэ ла. Ни дзю ансин гун зо хао ла. Здесь опять же в предложении вы можете увидеть подсказку. У вас стоит дзи дзюэ ла. То есть стоит ла. Остальные все наречия, которые вам предлагаются, не могут использоваться вместе с ла. Они не сочетаются. Ни фэй чан, ни хэн, ни цэн ван. Поэтому правильный вариант ответа C. Задание номер двадцать. Правильный вариант ответа B. Хуэд хоу. Джэй гэ дзю мо у мэйо ши тян кань дзен дэши хуэд хоу зай шо ба. Хуэд хоу. То есть в будущем, потом как-нибудь. То есть в эти выходные у меня нет времени. Ну и о том, чтобы пойти в кино, давай поговорим потом. В заданиях с двадцать первого по двадцать пятый нужно было прочитать текст, заполнить пропуски подходящими по смыслу словами из списка. Задание номер двадцать один. Правильный вариант ответа Ся. Рамочная конструкция Цзэй шэй да банджу Ся. То есть при помощи кого-то, благодаря чьей-либо помощи. Задание номер двадцать два. Правильный вариант ответа Йоу лэн. Давайте рассмотрим остальные варианты ответов. Лью Син и Лью Ёоу не могут принимать после себя дополнение. А у нас с вами в предложении как раз идет дополнение Ханду Ди Фан. Поэтому они у нас однозначно отпадают. Вариант ответа Ди Цанчжан. Это участвовать в выставке. Он здесь не подходит ни грамматически, ни лексически. Задание двадцать три. Правильный вариант ответа Цангван осматривать. Остальные варианты нам не подходят лексически. Цанчжан участвовать. Танцин навещать родственников. Ванчжан заканчивать. А у нас с вами фраза звучит. Я осмотрел некоторые достопримечательности Пекина. Задание номер двадцать четыре. Правильный вариант ответа Эй Синь Шан. Насладиться. Остальные нам варианты не подходят по смыслу. И задание номер двадцать пять. Правильный вариант ответа Би Лю Ся. Лю Ся Ин Сян. Оставить какое-то впечатление. Раздел лингвы страноведения оценивает степень владения школьниками географическими, политическими, национальными и культурно-специфическими реалиями Китая и России. Максимальная оценка за это задание 10 баллов. Один балл за каждый правильный ответ. Задание номер один. В каком китайском городе находится национальная библиотека Китая, одна из крупнейших библиотек в мире? Правильный вариант ответа Би. Бэй Дин. Задание номер два. Сколько лет, согласно закону об образовании КНР, составляет обязательное образование? Согласно закону об образовании КНР, обязательное образование составляет 9 лет, поэтому правильный вариант ответа Эй Дю Нян. Задание номер три. Сколько в КНР специальных административных районов, особых территориально-административных единиц, пользующихся высокой степенью автономии? Правильный вариант ответа Си. Лианга. Гонконг и Макао, соответственно. Задание номер четыре. Кто, согласно китайской мифологии, является покровителем земледелия и медицины? Правильный вариант ответа Би. Шан Нон. Задание номер пять. Кто из китайских императоров первым ввел единую систему письменности? Правильный вариант ответа Эй Тин Шихуан. Задание номер шесть. В 988 году князь Владимир в качестве государственной религии на Руси принял христианство. Правильный вариант ответа Си. Ди Ду Дяо. Задание номер семь. Когда произошла первая революция в России? Правильный вариант ответа Би. 1905-1907 годы. Задание номер восемь. При каком правителе произошло объединение русских земель вокруг Москвы? Это произошло при Иване Третьем. Правильный вариант ответа Эй. Иоанн Сан Ши. Задание номер девять. Кто был последним императором династии Цин в Китае? Правильный вариант ответа Эй Пуи. Задание номер десять. Какое озеро является крупнейшим пресноводным озером Китая? Правильный вариант ответа Си. Пойан Ху. Мы поздравляем всех участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Желаем вам дальнейших успехов в изучении китайского языка. Спасибо за внимание.